Всем привет, друзья! Меня зовут Санёк, и я и будни барыги. Занимаюсь продажей уже на протяжении шести лет. Все, кто меня знают, всем огромные пламены, все, кто здесь впервые, вас очень рад видеть. Ну что, как по названию ролика вы поняли, сегодня мы дадим честный обзор на такой секонд-хенд, как модный город. Что такое будни барыги? Сейчас покажу. Мишка, скажи, а куда пойти нормальными шмотками затариться, а то я не знаю. Слушай, да модный город на самом деле хороший секонд-хенд. Сгоняй, посмотри, что там на завозе, может, что-нибудь найдешь себе хорошее. Ну да, слушай, хороший секонд-хенд, походу. Таким вопросом часто пишут мне под видосами, в комментариях, в личные сообщения. Какой же секонд-хенд с самый хороший, самый лучший, самыми приятными и прекрасными ценами, где лучше всего можно залутать какие-то годные шмотки. где можно поймать Стоун Айленд и так далее. Для этого мы сейчас окунемся немного в мир секонд-хендов. Который час? Все отлично. По самому длинному. В мастерской слой пыли, следы скрыли отпечатки времени, опечатки сведены пламенем и преданы небу. По берегу бредет демон невидимая дежда. Он проверит веру местного племя, не подкинув сомления, испытания, искушения, истязания, душения, тела. Очередной эксперимент, ингредиент которого не было. Дуневение южного ветра, в долине, где не видели лето. Или снег с неба, места, где зимы никогда не было. Процессор вновь в деле, агрессор. Порой весенний пустит кросс. Здесь делим толковать леснов, вещи будут сожжен на костре, как ведьма. Мы на весь день эффект обязаны во мнение. Попробуй поверить то, что называется в пресс-миллереум. Рэп, ради рэпа, верю, священный пресс-пепер. Он разрежет мелочных, обрезанных, поднимет до неба. Так верьте мне, это лишь на худой конец. Мастером твоего дела, вон софи пути не до конца смело. Можно остаться с тобой. Бегут, как рэп царит на гно. Все это в кроечке темной старой... Рулики. Да. Прикольные. Не знаю, на папире. Какая это. Клевая. Ну только что их сейчас снял, они вот тут висели. Это подсъемка. Где, АТНФ, где, кстати? У меня вот он. Я думал, к ней упали. Ну-ка, давай, я покажу, что они. Давай, давай, блин. Показывай. Давайте отойдем, чтобы людям не мешать. Да, давай, давай. Вот, давай. В уголочек. Вот, так. Nike, ветровка, 3000. Есть. Плохо. Так. Дай, худак. Плохо. Плохо. Полторашка. Нормально. AC and else. Что-то там. Просто серая кофта. Да, просто серая кофта, без долга. Вот, бирочки. 1200. 1250. Rock and wear. Такой плотненький, хороший. 1250. Lacoste. Lacoste. Какой-то худак. Какой-то спортивный. Две с половиной. Блин, это жалко спорт. Да. Это Nike какой-то. Ну вот это вот. Две с половиной тысячи. А комплексия все похожа. И еще Nike, худак. Вот это хорошее. 750. Что, я тебе? Оценка. Оценка. Оценка 4 из 10 из оценок. Понял. Тед флис. Есть. Ужасный, который женский, который сзади длиннее, чем тут. Это мне, да? 1050. Не знаю, подумаю. В Анкле. Жир. Жирный улов. 1150. Керемер. Ботиночки. Это ты себе хочешь? Да, я не знаю. 1500, кстати, неплохо. Хорошая цена. Да, да. Ну, ты молочи. На полторы вроде она стоила. На полторы. Нормальная. Мизу. Полторы. Ну, это вообще колхоз. Возу, да. Оценка? 6 сегодня. Понял. Ничего интересного у нас. Адидас. Она женская, она за... Вот этот красивый. Кстати, ценю хороший. Хороший, хороший. Ну, это как, сендетская. Слепо. 3 из 10. Понял. Судя по тому, что ты уже видел. Сделаем итог. Небольшой, промежуточный. В секонд-хенд модный город я хожу на порядка протяжении уже пяти лет. Довольно-таки очень сильно полюбился мне именно этот секонд. На основе чего? Первое. Расположение. Находится он довольно-таки в хорошем месте. Это, считайте, центр относительный города, Московская площадь, торговый центр Московский. Очень удобное расположение. Сам по себе секонд-хенд очень приятный. Внешняя составляющая максимально классная. В некоторых секондах бывает просто некомфортно находиться из-за того, что там гнетущая атмосфера, очень темно, душно и так далее. В нашем случае такого нет. В нашем случае все хорошо, цивильно и аккуратно. Замечательный персонал, с которым я давно уже знаком. Выбор ассортимента довольно-таки объемный. Всегда есть мужские вещи, всегда есть из чего выбрать. По сравнению с той же самой Вовой, на которую мы будем делать обзор дальше, если вам понравится данный видеоролик, выбор постоянный и постоянный мужской. Потому что в Вове, те, кто знают, те поймут, мужских вещей бывает очень мало, в частности, мужской обуви. Идем дальше. Что еще привлекает меня в модном городе? Ну, касаемо более старинных времен, там всегда были очень приятные цены. Не было вот этой вот зависимости, бренд равно высокая цена. Но, увы, не сейчас. Сейчас ценник подорожал и подорожал прилично. Взять что-то на продажу надо постараться, потому что ценники очень сильно выросли. Но, несмотря на все это, для меня этот секонд-хенд остается в приоритете. Когда у нас субботы, дни завоза и есть выбор идти куда-то еще, я все равно иду туда, потому что это традиция некая и мне там нравится. Нет-нет, да что-то я там цепляю. Доброе утро, друзья, в программе «Секонд-хенд» в субботу. Рассказывай, что взял? Дора. Дора. Такой вот Найк у нас. Это Найк? Это Найк. А, прикольно. У меня был такой на продажу. А это очень дорого. Сколько? 2 500 клюбиц. Охренели. А тут, я не знаю, что это я называл. Это прикольно. Просто куртка. Просто, да. Пустота. 1250 рублей. А это Рамштайн. Да, я Сереге показывал. А у тебя что? Да, Гес. Да, 300 клюбиц. Ты видел это. О, 300 клюбиц. Да. Что у тебя? У меня Томик. Спасибо. А, перепутал. 39 клюбиц. Не, поем, кстати, это хороший рубашечка. За 3900. Ну, 2900. Почему? У меня купол. Давай, доброе утро в субботу. Доброе утро. Тимберлайн за 1750, за 2,5 Adidas вот такой. Новый. И куртка Umbra с прикольным капюшоном за 2000. Все это. Все, что было у него, подобное, с весом, короче. На туннель поставил. Кстати, приятный вы этот, сзади, блин. Который был... На фотографии? Да, да. Ну что, досмотрев этот видеоролик, подведем итог. Secondhand – модный город. Занимает, наверное, топ в списке моих любимых секондов и занимает, наверное, первое место по праву среди всех секонд-хендов нашего города. Это мнение абсолютно субъективное, и вы можете быть с ним не согласны. Вам, может, он не нравится, но нравится он мне. Поэтому, если вы посмотрели этот видеоролик, у вас остались приятные впечатления, вы узнали о себе чуточку больше. Спасибо вам большое за комментарии, за лайки, за потраченное время на просмотр. Всем до скорой встречи и пока!